Всем привет! Сегодня специально для Охотника NEF у нас обзор шведской винтовки очень интересный. И плохая погода не помешает нам его хорошо сделать и рассказать вам о ней. Это MFX Verminator. Фирма MFX вообще очень богатая идеями на новинки. Иногда они достаточно спорные, как у винтовки Indy, это встроенный насос. Казалось бы, зачем он нужен? Но такие винтовки как Impact, как Crown, у которых можно менять калибр очень быстро, они естественно прижились и очень удобные, очень интересные, помимо всех основных их плюсов. Здесь у нас винтовка Verminator в полном комплекте. Но пока мы этого не видим, я расскажу, соответственно, что входит. Два прицела фирмы FX 6х18х44 и 4х12х40. Вот. Один барабан в комплекте, как у всех винтовок FX. Видимо, она помещается в компактный кейс. Вот. Здесь у нас ложе непосредственно с резервуаром на 400, кстати, достаточно большой и емкий. Вот. Идеальные настройки этой винтовки позволяют стрелять огромное количество выстрелов. Вот. Здесь у нас есть вот такой потаенный кармашек, но это только у Fullverse. Что мы видим? Стрелы. У какой PSP винтовки вы еще видели стрелы? Здесь же адаптер под стрелы. То есть он вкручивается вместо сплова, закрепляется поджимным винтом, перелом одевается и под давлением вылетает. Кстати, хочу сказать, очень мощно. В Южной Америке из этих винтовок довольно успешно отходятся на панцирную щуку, которой толщина, как бревно, вес там до 20-25 килограмм, и вот мощности этой винтовки вполне достаточно, чтобы пробить ее насквозь. Вот. То есть так достаточно интересно она у них используется. Вот. Стрелы очень легкие, сделаны из карбона, металлическими механичниками, острыми, кстати, изначально. Вот. И вот такой переходничок. Вот. Ну, давайте ее сейчас соберем. Вот. Начнем с резьвара. Он, кстати, уже заполнен. Там порядка 220 атмосфер. Вот. Мы вот таким вот образом сейчас закрутим. Вы слышали звук? Я нет. Шведское качество. Никаких протечек. Да, 215 атмосфер у нас здесь. Сейчас портативным компрессором заправили винтовку FX с колбой 400 до 220 атмосфер. Очень удобно, быстро. Советую такой агрегат. Установили резьвар. Сейчас будем устанавливать волк. Волк тоже, чем у модератора. То есть там тихий. Как видим, толстый. 25 см длиной. Вот. Здесь есть, соответственно, поджимной винт. Он должен быть расслаблен перед тем, как винтит волк. В начале моего до упора резьбы. Просталкиваем, а затем уже накручиваем. Вот до конца мы его закрутили и теперь фиксируем вот этим поджимным винтом. Готово. Теперь берем магазин. Магазин, он же барабан стандартный. Здесь мы, в принципе, уже поставили пули. Вот. Как правильно установить пули, вы увидите по ссылке в описании. Вот. Взводим рукоять биатлонного типа и вставляем его вот так до конца. Вот. Все готово. Ну, сейчас выстрелим на хронограф. Посмотрим. Калибр 5,5, если я этого раньше не говорил. Вот. Взводим у нас 1,175. Для 5,5 это точно тяжелые. Чешские. Вот. Есть, конечно, тяжелее. Но в основном они используются для охотничек целей. 257 метров в секунду. Вот. В этой винтовке, кстати, есть регулятор мощности. Вот. Если вам не нужно стрелять в дальние расстояния. Например, вы стреляете дома там или на даче. У вас участок небольшой там на 20 метров. Можно поставить низкую скорость. Вот. У вас будет огромный запас выстрелов. Вот. И, соответственно, будете стрелять со скоростью там порядка 170-180 метров в секунду. Какая у вас будет отличная повторяемость. Так как винтовка редухожная. И, соответственно, большое количество выстрелов без дополнительной запасы. значительно того, что она вышла сейчас 27 метров в секунду. Сейчас начнете вы писать свои комментарии, что, ой, моя крилгерка выдает 400 метров в секунду. Ее можно заправлять не до 200, а до 350. Ребята, ну, это совершенно другая винтовка для других целей. Это не для того, чтобы перед друзьями похвастаться. Вон она как ведро на стволь пробивает на меня. Нет. Это винтовка спортивной точности. Отличного баланса. Она легкая, удобная. Вот. Здесь спортивный ствол. Крукотвистовый. В принципе, он даже может футер-вальдером позволить спокойно. Вот. Материал. Это даже не пластик. Это какой-то вспененный, современный материал. Баланс. Ну, я бы сказал, что импакт полегче ощущается. Хотя вес примерно у них один и тот же. Икра он вообще не в сравнении никакой не встает. Но поскольку эта винтовка имеет свои нюансики в виде стрел, дополнительных прицелов и, соответственно, удобно она очень разбирается. Большой резервуар. Отличный затыльник. Вот. То она имеет право нажить. Вот. И когда вы будете спрашивать, зачем я плачу 200 тысяч рублей, если я могу собрать какой-нибудь ствол, прилепить к нему баллон и на прямотоке фигачить 400 метров в секунду. Это не то. У вас низкая повторяемость выстрелов, у вас огромная мощность. Если вам надо с 15 метров насквозь прошить воробья или там бутылку, то да. Но это другой класс винтовок. И такие винтовки продаются только в охотниках, наверное. Вытащили барабан с пулями. Сейчас отдастся подстрелы установлены. Закрутили. Теперь фиксатор нужно обязательно закрутить. Вот. До конца. Вот. Напомню, что магазина здесь не должно быть. Не будете же ли вы в стрелу стрелять пули. Дальше делайте так. Полностью. Заканчиваем обзор. Заканчиваем обзор. Заканчиваем обзор. Заканчиваем обзор. Заканчиваем обзор. Заканчиваем обзор.